Баженов настолько тупой, что он не понимает, что это была шутка. Ну что, ребята, настоящее богохульство произошло в рамках интернета. Посигнули на святое. Опомнитесь, пока не поздно. Нет, конечно, мы и раньше слышали, что боткомедианы как-то критиковали режиссеры за выбор его деятельности. Я отношусь к нему не очень хорошо. Хейтерство это самый легкий способ. Разные киноделы даже хотели как-то с ним разобраться, даже хотели как-то физически на него повлиять. Наверное, нужно пойти встретиться и подраться с ним, наверное. Разные эпитеты мы слышали про самого известного киноблогера в нашей стране. Боткомедиан. Тебе неинтересно его мнение? Нет. Стервятник, да, вот. И очень сложно забыть, как потряхивал Александр Невского, когда он на своих пресс-конференциях слышал даже это слово. Критика. Он-то упомянул такого хейтера, который никто и зовут его никак. Но вот тупым на моей памяти Евгена не называл абсолютно никто. Я решил разобраться, потому что этот человек, наверное, настоящий камикадзе. Параллельно он уличил боткомедиана во лжи. Он просто обманул свою аудиторию. Людей он очень жестко ввел в заблуждение. Называется, ну, напиздел. И знаете, это настоящий прецедент, особенно когда во лжи уличает непосредственно Каха. Я не последний человек в этом городе. Но в жизни-то он нормальный чел. Персонаж, который поменялся, это не персонаж. Окей, окей, я понял. И если вы до сих пор не поняли, перед нами самая настоящая битва взглядов. Где с одной стороны жжет напалмом любитель интеллектуального кино бэткомедиан. С такой ненавистью, с таким негативом снять. А с другой стороны, маргинальный феномен киноиндустрии непосредственно Каха. Мне кажется, это реально народное кино. Фильм от блогеров, который обгонял в прокате, внимание, довод Кристофера Нолана. Не может нас обогнать никто. Фу. И которое, я считаю, это важно, по-настоящему понравился некоторым особенно авторитетным зрителям. Сняли очень крутой фильм, полноценный. Они просто дали в рот, блядь, всему российскому кинематографу. Пацанское кино, к созданию которого приложил руку режиссер Виктор Шамиров. Говорю, это хорошее кино. Которого вот эта драма сам бэткомедиан называл своим любимым режиссером. Специально его позвали, да? Великолепный план. Просто охуенный, если я правильно понял. И вот почему я это вообще обозреваю, спросите вы. Ведь все предельно ясно. Ну вот как всегда, фильм говно, блогеры обосрались, Женя Бэткомедиан, ну конечно же прав. Ну да. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну а с вами был Николай Соболев, пока. Подпишись, не ленись на канал. Так, наверное, можно было начать и закончить вот по вашему мнению. Потому что, ну вот кто может вообще смеяться над таким дерьмовым юмором? Пойдем под деревом, посрем, еще поговорим. Ребята, вы обоссытесь просто. И кто еще в здравом уме как-то может похвалить фильм от блогеров, которые рекламировали ставки? Делать ставки и зарабатывать на этом какие-то бабосики. Которые рекламировали поправки Конституции. Причем выбрав для этого самый вот такой вот ебучий метод. Просто не будет, Серго, однополых брагов. Сейчас нужно еще потерпеть. Так, значит, подняли бабла на казино. Вот на эти деньги, наверное, наняли вот этого популярного режиссера. Виктор, у нас есть бабки. Не хотелось бы верить. Который теперь вот пытается как-то жиденько отмазаться, потому что, ну вот, вляпался и даже не знает, что сказать. О, фак. А эти дурачки вот дополнительно еще, господи, зачем пришли на интервью к Ксюше Собчак. Я за тебя голосовал. Ой, нашел чем гордиться. Да она в Орламова по стенке туалета размазала. Что ж с вами-то будет? Нет, конечно, ребята, букетик цветов вначале не спасет вас от логических тупиков. Блин, ну не накапывайся. Блин, вот ты сейчас меня загребаешь. Слил все, блядь. Которые Ксения Собчак загоняла Серга и Каху на протяжении всего, блин, интервью. Я вот сейчас запутался нахрен, я не понимаю. После чего в свойственной себе манере, ну буквально размазывала ребят в концовке этого действия. Фильм полное говно, ребят. Ну а самое главное, мы дополнительно убедились в том, а вот кто вообще эти люди? Вот кто перед нами находится? Личности авторов фильма Каха и Серга. Он очень скромный, порядочный, застенчивый. Да ладно, да ладно. Он же Артем Калайджан, ну просто типичный гость Рамзана Кадырова. За кем интереснее всего вам наблюдать? За Артема. Ну просто знаете, поразительный феномен, каким образом в Чечне оказываются исключительно те блогеры, которые когда-либо рекламировали ставки. Блогеры называют свою поездку космической. Я как-то окей, думаю, ну все равно терять уже нечего, ладно. Здравствуйте, Рамзан Ахматович. Рамзан Ахматович хочет вам кое-что сказать. Признаете ли к нам республику? Мне вот очень интересно, вот как происходит этот кастинг, вот как происходит отбор. Рамзан Ахматович, вы как меня нашли? А, Дона, ты отставки рекламировал, Дона. Вот я хочу гостик себя. О, красавчик. Да, от Михаила Литвина и Суба, которые, не забываем, достиг пика в блогерстве. В блогерстве я достиг пика, я считаю. Серго отличается, пожалуй, лишь тем, что он срал не только на подписчиков, но еще и на экранах кинотеатров. В остальном стоит признать, что это, ну, такой же типичный хитрожопый коммерс, который еще и очень забавно переваливает ответственность себя на своего персонажа. Опять же, это говорил персонаж Серго. И постоянно просто, ну, дико тупит на протяжении всего этого интервью, как бы искренне не понимая. Ничего такого не делаем, за что надо нести ответственность. Нет, Артем, когда ты говоришь про честность и про отсутствие косяков. Ни разу не наебали зрителя, вообще ни разу. А потом создаешь компанию Серго Кэш, заявляя, что там, оказывается, можно заработать деньги. Нельзя просто так пиздеть. Это самый настоящий обман аудитории. Я понимаю прекрасно, что, наверное, в Сочи твои друзья какие-то играют в казино. У меня все окружение играет. Но, блин, играть в казино и создавать свое казино, заявляя, что там можно поднять бабла, это совершенно разные вещи. Но я не знал, но я извиняюсь, базара нет. Извините. И извинения тут, конечно, не прокатят, даже учитывая особенности социальной детерминации Серго. Нельзя. Ну, никогда. Все ты пиздеть. Даже учитывая вот эту странную для 33-летнего молодого человека детскую инфантильность, которая прослеживалась во всем интервью. Я ребенок. Сложно предположить, что, создавая Серго Кэш, он реально думал, что собрал команду лучших аналитиков. В одну кучу. Блин, вот не знал, что это на самом деле обман аудитории, которую он, кстати, планирует продолжать. Будешь еще призывать играть? Ладно, давай в Ютубе не буду больше. Никаких компромиссов. Да, будешь продолжать рекламировать в Инстаграме, потому что, ну, там ведь нет дизлайков. Ну, очень удобно. Плевать на ваши дизлайки. Что касается личности Кахи, ребята, ну, это сразу же видно, настоящий мозговой центр кинематографической операции. Персонаж, который поменялся, это не персонаж. Я за последние 20 лет не раз уже это объяснял. Вот 25 минут был человек на экране, но выдал столько замечательных перлов, что, ну, вот каждый можно цитировать в каком-нибудь учебнике. Вот это мне особенно понравилось. Все люди смеялись хоть раз над пердежом. Ну, а тут пару слов можно сказать про сам фильм. Я, честно говоря, не знаю, как вы, над пердежом никогда в жизни не смеялся. И вообще, первый раз, увидев сериал, непосредственно Каха... Я его настолько не понял, что даже никогда не затрагивал в своих обзорах, потому что, ну, это просто сложно смотреть. Когда жопу не вытерпи, здесь сохнет потом, а вахуй. Прекратите, прошу, вас хватит. Фу. Но все же мне есть, что спросить у Жени Бэткомидиана, несмотря на то, что здесь во вкусах мы солидарны. Ему не нравится такой юмор. И мне, блядь, безумно тоже не нравится такой юмор. Я лишь искренне не понимаю вопрос, о котором Женя Бэткомидиан задается на протяжении всего этого обзора. На кого это рассчитано? Часть первая, юмор, а именно пердежные сцены, сцены маргинальных драк, где один другого пьет кирпичом. Кто, блядь, вообще будет смеяться с того, что человека избивают? Да, честно говоря, много. Много кто будет над таким смеяться, и вот такие сцены дефекации, получения боли, драки с использованием еды. Но это чуть ли не классическая основа самого жанра тупых комедий. Половина комедий построена на том, что кому-то плохо. Конечно, тут сразу можно заявить. Авторы не пытаются гипертрофировать насилие. Это происходит потому, что гипертрофированы сами их образы, в которых они эти действия совершают. Неху в этом интернете, свет для малолеток! Ну а степень комичности, смеешься ты над этим, плачешь или злишься, Говнище, ебучее! уже зависит от субъективного восприятия этих образов. Вот там что смешного, вы можете мне объяснить? Кому-то будет смешно, кто-то словит фейспалм и скажет, Фу, блядь, ну пиздец, там люди на экране срали полминуты. Что с вами люди, а? А кто-то посмотрит и скажет, блин, прикиньте, пацаны, там полминуты срали, ну это ж прикол. Я смешнее вещей и круче не видел. Смешно, очень смешно. В кинотеатре в зале, когда мы сидели, в этот момент истерики были. Конечно. Класс, да, класс, как тебе? Класс! Понятное дело, что вы скажете, что вкус может быть плохим, и это что-то, что можно воспитывать. Ну знаете, когда сорокалетний мужик смеется в кино над сценами с пердежом. Я за последние шесть лет ни разу настолько сильно и настолько искренне, по-доброму не смеялся. Причем смеялся я реально, ну до слез. Это, мне кажется, уже диагноз, это, мне кажется, уже не изменить. Именно поэтому вот сама эта сцена дефекации в фильме, безусловно, не делает фильм плохим. Хотя, начиная обзор именно с нее, бэткомедия намекает именно на это. Ему это кажется плохим само по себе, само очевидно плохо. Соболезную в вашей утрате. Вот мне лично не нравится юмор в фильме Дэдпул. Я не могу смеяться над стендапами Данилы Поперечного. Шутки хуёвее, блядь, одна, чем другая. Значит ли это, что поперечный хреновый стендапер, и я, в принципе, могу угорать над людьми, которые приходят в Ледовый дворец, вот прям подходить к ним и говорить. Вы говноеды, ребята. Вы ничего не понимаете? Очень ценное наблюдение, ебать. Мне вот кажется, что бомбить из-за этого, это примерно то же самое, как негодовать, что люди между Бетховеном и Моргенштерном выбирают последнего. Не потому что я педофил. И знаете, мне кажется, что тут очень важно учитывать несколько вещей. Во-первых, полнометражный фильм непосредственно Каха. По сути, ведь ничем не отличается от сериала. А сериал, блин, ну по 5 миллионов человек смотрят каждую грёбаную серию. Люди не виноваты, что они это смотрят. Виноваты люди, которые это создают. Да нет, конечно. Авторы как раз таки и создали этот фильм именно таким, потому что уже 10 лет именно на этот юмор есть спрос у людей. 10 лет одно и то же смеются люди. И важно то, что создатели фильма не использовали поддержку государства, как это обычно бывает в обзорах Боткомидиана. Фильмы поддерживает государство. Вот это продвигал сам министр. Зато они использовали проверенную схему и образы сериала, которые они снимают аж целое десятилетие. Но оно же вкатывало. Не надо воспринимать серьёзно. Фарс как жанр почти целиком строится на том, что они же поясы. И конечно, на как бы риторический вопрос, да кто вообще будет смеяться над такой откровенной хернёй? На кого это рассчитано? Я думаю, что ответят зрители канала КТВ и уж точно не ответят зрители канала Бэткомидиан или канала Кинокритика, который возмущён этим фильмом не в меньшей степени. Настолько быстро общество нахрен деградирует. Раньше было лучше. Да на самом деле нет. На самом деле не было ничего лучше. И всегда был этот жанр, всегда были люди, которые смеялись над глупостью, над маргинальностью, над пердежом на экране. Вы не понимаете, это другое. И все эти бесконечные разговоры. Как же вы не понимаете, что сцены пердежа, сцены дефекации в вашем кино, в вашей картине, они должны быть как-то логически оправданы. Нельзя просто так пердеть. Но очень сильно попахивают снобизмом. Мне ужасно скучно с вами, ребята. Скучно, девочки. А фильмы Саши Барон Коэна, которые советуют посмотреть автор вот этого канала... Посмотрите Сашу Барона Коэна. Я уверен, вызовут такую же тошнотворную реакцию просто у других людей. Например, когда они включат фильм Бруно и полностью охренеют от того, что там на экране вообще происходит иногда. Часть вторая. Аморальность поведения героев. Кино, которое вместо мыслей несёт деградацию. Были нарушены ряд фундаментальных правовых принципов. Персонажи фильма грабят деда, грабят прохожих на улице. Но есть ощущение, что он, ну, немножко забывает, что это художественный всё-таки фильм. То есть он осуждает сейчас моральную сторону действия персонажей. Они плохие, правильно, да? Вновь. Каха гнида конченая и кроме ограблений он пытается взять кредит на бомжей. Они плохие и это плохо. Поэтому это плохое кино. Фильм всё так же остаётся таким же ублюдским, мерзотным и античеловечным. Простите меня, пожалуйста, но мне вот просто интересно, а в каком учебнике кинематографа вообще написано, что персонажи должны быть моральные, должны быть человечные, должны подавать обязательно какой-то хороший пример. Не должны противоречить системе социальных ценностей. Женя Лукашин, персонаж Андрея Мехкова из «Иронии судьбы» напился в хлам в Москве. Давайте выпьем! Случайно оказался в Ленинграде, бухой в говнище. С ума подходили все, что ли? И соблазнил чужую, блин, невесту, тем самым разрушив зарождающуюся ячейку общества. Вы мне сломали жизнь. При всём при этом он изменил своей девушке, которая его ждала. Неужели ты сделаешь мне предложение? А честного, советского человека этот маргинал... Тишите отсюда! ...довёл буквально до состояния сердечного приступа. Ведёт себя как скот и более того, таким останется и после титров. Вы только подумайте! И, естественно, водка, оры, драки, пьяные за рулём... Это злое, мерзотное кино. Какая гадость! Вот эту вставку, кстати говоря, BadComedian использует в конце обзора на Каху. И мне вот интересно вот мнение Жени. Вот этот фильм, он чему учит? Вот какой урок он преподносит зрителям? Бухай! Веди себя морально! И симпатичная бабища уйдёт от своего скучного мужика к тебе! Тот-то, блядь, ожидал чего-то другого? Если уж говорить про вредные образы, Да в мире есть куча фильмов, которые романтизируют и бандитов, и решал, и наркоторговцев. Двенадцать участков, двенадцать ферм. Авторы не пытаются гипертрофировать насилие. Персонажа в кино убивают прям как по-настоящему, совершают зло и также оказываются победителями в концовке. Мало вести себя по-царски. Надо быть царём. Это никого не напрягает? Ну, по идее же должно, ведь это разве не более убедительные примеры деструктивного поведения, чем Каха и Сергой сраной русской комедии? Я на свидание с девочкой иду. И вы уж меня извините, но вообще все эти разговоры про то, что они подают деструктивный пример, и поэтому фильм лучше не смотреть, но вот это, честно говоря, попахивает разговорами о том, что Counter-Strike это игра, которая вызывает агрессию. По центру, потом Russian Eye. Да и странно вообще говорить про пропаганду из фильмов, когда прямо сейчас есть не персонажи, а реальные люди, кумиры молодёжи, которые ведут себя, ну, пиздец. Мне жалко на вас смотреть. Дегенеративное говнище, ебучее. И это уж, извините, гораздо страшнее, чем какие-то выдуманные Каха и Серга, которые слишком реалистично бьют друг друга кирпичами. Итог интеллектуального разложения. Why so serious? Часть третья. Отсутствие эволюции личности персонажей. Подневольный Серга всегда подневольный, гнилой Каха всегда гнилой. Таким останется и после титров. Дальше-то что? Окей, ребята, но есть ведь огромное количество, ну, прекрасных фильмов, где персонажи, ну, представляют из себя жалкое подобие человека, но при этом не проходят через какую-то эволюцию личности. И разве это обязательно? Блять, почему? Советский фильм Афоня. 1975 год. Классический советский лодырь. Настоящий подонок, который вытирает ноги об женщин. Я на тебя два года угробила. Думала, что мы поженимся. Никаким образом не меняется к концу фильма и все равно находит в концовке свою любовь. Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы. Какие же выводы подсознание обычного человека сделает после этого шедевра? Бухай, будь люмпеном, ведь все равно найдется дура, которая полюбит тебя. Какую мораль несет этот фильм? Воспеть образ алкоголика на широком экране. Был задержан органами милиции. Кстати говоря, этот фильм снял Георгий Данелли, это режиссер фильма Мимино, и мне кажется, что это достаточно иронично. И это другое. Являются ли ирония судьбы Афоня плохими фильмами? Да, конечно, нет. Я лишь показываю, как по критериям Бэткомедиана можно легко отправлять фильмы в мусорную корзину. Да, я прекрасно понимаю, что Женя Бэткомедиан хотел бы увидеть другую концовку. Он хотел бы увидеть, как Серго вот это посылает куда подальше вот этого корыстного обманщика Каху. Ведь это донесло бы до зрителя вот ту самую нужную, по мнению Жени Бэткомедиана, мораль. Друзья, это те, кто приходят на помощь, а не те, кто постоянно кричат про дружбу. Мы этого не сделали, и он проклял нас окончательно. Да, этой концовки действительно не случается. Хотя, честно говоря, я не вижу отсутствия логики в том, что инфантильный и наивный Серго продолжает выгораживать своего мерзкого друга. Это логично. Но, да, это еще один аргумент в копилку под названием «это плохой дегенеративный фильм». Фильм «Днище поганые». Его проблема опять в том, что герои плохо себя ведут. К слову, если бы концовка была именно такой, то она была бы куда более пресной и тривиальной. Он выбирает то, каким он вырос. Это неосознанный выбор. Это не выбор на основании разума или доводов. Ну, очевидно, здесь Женя снова опирается на четкие моральные устои. Ну, разве каждое кино должно кончаться хорошо, чему-то учить и доносить какую-то мораль? По-моему, это какой-то ужасный миф. Уже не посыл один. Фильм должен чему-то учить, мотивировать, делать жизнь лучше. Какая-то ошибка сознания. У вас все нелюди. Несет деградацию. Ну, уж знаете, размышляя такими категориями, Бэткомеден здесь похож на Александра Гордона, который пытался воспитывать комедий-клаб в 2007 году. Пошло, бестактно, некорректно, да, но зато честно. Волшебное шоу, где юмор не знает границ, ни моральных, никаких других. Несет деградацию. Что же оправдываться сейчас? У вас все нелюди. Я не собираюсь никого нравственно подвигать, воспитывать страну. Это дело папы каждого своего мальчика. И, конечно, кино о двух дегенератах из Сочи совершенно не обязано быть таким, каким его хочет почему-то видеть Бэткомедиан. В этом случае герои отрицательные проходят свой круг событий и остаются отрицательными. Я помню, он поругал фильм «Притяжение» за то, что там главная героиня школьница, а при этом курит и занимается сексом. Какой же пример она подает молодежи? Это уровень Мизулины, а не уровень критика даже плохого. Конечно, хочется отметить, что ни фильм «Притяжение», ни фильм непосредственно Каха я ни в коем случае не считаю хорошими фильмами. Но то, что в фильме, в жанре тупой комедии, присутствует сцена дефекации в туалете, пусть даже достаточно бессмысленная. Вы показываете, как человек срёт. Считать это за шутку очень тяжело. То, что персонажи этого фильма поступают аморально и никак не развиваются к концовке. Дал деньги на операцию и сидишь здесь афишируешь, да? То, что продюсеры этого фильма наговорили откровеннейшие херни про то, что это новый Шурик или новый Гайдай. Это Гайдай. Это Шурик, который приезжает в Сочи изучать местный фольклор. И даже то, что создатели этого фильма рекламировали ставки, рекламировали поправки Конституции. Ну и что? Я отрекламировал казино. Я сочинял с ним сценарий фильма, который не связан с казино. Всё это само по себе не делает фильм плохим с точки зрения приведённой аргументации. Здесь речь идёт скорее о субъективных вкусах. Бэт Комедиан скорее недоволен формой подачи в контексте самих личностей. Тебе это не нравится? Почему это делает фильм плохим? Потому что есть, похоже, люди, которым это нравится. Я получил просто невероятное удовольствие от этого фильма. Для того, чтобы написать настоящую отрицательную рецензию, ты должен что-то, что тебя отталкивает, что тебе не нравится, что тебе неинтересно, преодолев себя туда войти, исследовать, честно посмотреться в зеркало и сказать, мне это не нравится, потому что это плохо, а не потому, что это мне чуждо. Это очень серьёзный момент. И не потому, что у меня плохое настроение. И не потому, что мне было скучно. И не потому, что я, в принципе, не люблю этот жанр. Ну и, конечно, задавая вопрос, на кого это рассчитано? Можно и нужно обратить внимание на регионы, где этот фильм пользовался большим спросом. А тут, как бы, вы сами понимаете. Ахмад сила, Аллаху, Акбар. И самое главное, какие были отзывы реальных людей, которые туда сходили? Короче, если этот фильм не взорвёт просто как аватар какой-нибудь, да, или как бумер, или как бригада, я реально удивлюсь, ну честно. Значит, я чё-то, наверное, не понимаю. Значит, я живу как-то, ну, в каком-то другом мире, наверное. Да, на такую целевую аудиторию и рассчитан юмор в непосредственно Каха. Без дружбы, я разжила весь фильм. Я, опять же, не понимаю, вот от чему так искренне удивляется Женя Бэткомидиан. А в чём смех-то? Ну, в том, что это просто смешно. Ну, мне нет. Он не является критиком. Он даёт зрительскую свою оценку. Слишком субъективен. Ну, вот как ты не крути, суть любого развлекательного кино в первую очередь это развлекать людей. Я понимаю аудиторию, для которой она заходит прям хорошо. Им это смешно. И я не могу не уважать эту аудиторию. И вот сложно, блин, отрицать, как бы не хотелось, что фильм непосредственно Каха, собрав 8 миллионов долларов, мать его, в прокате, очень выборочно, но всё же достигает этой цели. Если ты так уверен в том, что ты различаешь хорошее и плохое, транслируешь это миллионам людей, то как быть с теми, кто считает иначе. Ну, вот разве можно сказать здесь что-то типа, ну, этот Давидыч просто поехал крышаком, ну, просто вот он не разбирается в хорошем кино. Я просто слёзы вытирал просто весь фильм. Ну, это юмор, он неосезаем. Ты вышел, пошутил, смешно. Но мне нет. Ну, ребята, ну кто-то слушает Людовика и Науди, кто-то слушает группу Грот, кто-то слушает Я летаю, как комета, надо мной там, блядь, вся планета. Тёмно-белая кассета, где-то ты уже раздета. Почему этого не должно быть? Да, мы бы хотели жить в утопии. Мы бы все хотели, наверное, чтобы у нас до сих пор существовали баллы, чтобы там слушали Моцарта, симфонии разные. Но таковы вкусы людей в наше время. Юмор у каждого свой. Кино на любителя, скажем. Это с культурной точки зрения нужно в первую очередь разбираться. А почему это популярно? И на мой взгляд, это был бы главный вопрос для Евгения, если бы он был честен. Ведь люди тем более не выбирают, над чем им плакать, над чем им смеяться, над чем им не смеяться. Это желание возникает как-то опосредованно от нас. Можем ли мы осуждать людей, которые смеются всё-таки над ситуациями, которые вот нам кажутся абсолютно не смешными? Люди смеются над тем, как человек дрыщет на толчке. Держи меня в курсе. Я лучше пойду пукать вместе со своими жабами и смеяться над этим, чем так грустно буду проводить время. Тут важно еще и то, что Виктор Шамиров, режиссер непосредственно Каха, доказывал, что он может снимать и интеллектуальные комедии. Автор тонких, умных и чувственных картин, которые я очень люблю. Ну да, так получилось, что сейчас этот человек решился на какой-то вот такой вот ебанутый смелый эксперимент. Мы просто сочиняли кино, которое меня, например, развлекало, потому что оно было резким и оно не было похоже на то, что я делал до сих пор. Я не хочу делать одно и то же. Я хочу делать что-то, чего я не делал. Меня это развлекает, это дает мне ощущение жизни. Я посмотрел целый час внимательно его реакцию на обзор бэткомедиана. И вот хоть убейте меня, но мне не показалось, что вот он снял этот фильм только ради денег. Я вот поверил ему, что ну был какой-то личный интерес в этом, может. Здесь дело не в том, что меня купили или что мне нужны деньги. Я могу жить очень просто. Я не знаю, ребят, возможно, мне хочется видеть в людях только хорошее, но я категорически не согласен с Женей Бэткомедианом, что вот эта реакция была снята только исключительно для того, чтобы отмазать плохой фильм. Цель ролика отмазать фильм. Ну такое, мне так совершенно не показалось. Я, честно говоря, еще и поэтому абсолютно охренел от вот этих гневных, уничтожающих комментариев. Как это дно, какаха трестаха. Бля! Человек, снимая говно, говорит, что это юмор сам является говном. В адрес талантливого, блин, человека, который, ей богу, снимал хорошие фильмы, которые были признаны просто из-за того, что вот сейчас он снял комедию с экспериментальным юмором, который вот не попал под чьи-то вкусы. Мой, наверное, самый популярный спектакль, Леди Снай, там полон такого рода шутками. Мы их сочиняли тогда вместе с актерами. Спектакли до сих пор, и действительно, часть зрителей не выносит такие вещи, часть зрителей получает удовольствие. Да даже если фильм омерзительный, даже если он невозможно плохой, вот таким вот образом вычеркивать человека вот из кинематографа, желать ему смерти в комментариях. Ну, ребят, ну это пиздец натуральный, это даже не кинематографичное зло, а самое настоящее. Я думал, что ты только на экране, тупая мразь, а ты в жизни ублюдок, гори в аду. Интересно, это писали люди, которым не понравились аморальные образы в фильме? Без всяких шуток и образов. Это пиздец, как обидно. Я не знаю, как вам, мне было бы очень интересно посмотреть на вот какую-то хотя бы дискуссию Бэткомедиана и Виктора Шамирова. Мне кажется, что многое они могли бы обсудить про кино. Думаю, что будет правильным пригласить его к нам на передачу Братский стол. И ни на какой, блядь, Братский стол для этого не нужно приходить. Я прекрасно понимаю, что никто в этом мире не хочет сидеть на том стуле, где до тебя сидела Настя, блин, рыбка. Ну, типа, отсосать, выебать, это дешево. Никакой дискуссии там и быть не может. И все будет выглядеть так, как хотят авторы. Блин, ну есть ведь огромное количество площадок, которые могли бы вот хоть сейчас организовать этот разговор между Женей и Виктором Шамировым, между кинокритиком и режиссером, которого этот кинокритик называл своим любимым режиссером. Да, это было бы интересно. Но я хочу услышать, в чем я ошибся. Я услышать хочу критика. Бэткомедиан не критик. Вообще. Поэтому он критикует сколько хочет. Он не является критиком. Стоит, конечно, отметить, что Бэткомедиан сам себя критиком. Никогда не называл, но все-таки не хочется послушать ваше мнение на эту тему. И, конечно, хочется сказать, что ни в коем случае я не хотел в этом обзоре задевать чувства верующих. Своей задачей я лишь поставил какое-то порождение живой, натуральной дискуссии вокруг вопроса, который мне лично показался, ну, достаточно противоречивым. Буду очень благодарен вам, если вы поставите лайк на этот обзор прямо сейчас, подпишитесь на этот канал обязательно и напишите ваш комментарий. Всего плохого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok